здравствуйте дорогие братья и сестры в программе четверо евангелия сегодня мы будем читать и толковать четвертую главу от луки это глава сном посвящена искушению господа мы об этом говорили в предыдущей программе а в следующих стихах там говорится о проповеди спасителя на зарецкой синагоге это тоже одно из важных событий евангелия почему она важная попрошу вас потом батюшка рассказать пока я зачитаю эти стихи и возвратился иисус в силе духа в галилею и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране он учил синагогах их и от всех был пославляем и и пришел на заред где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботни в синагогу и стал читать ему подали книгу пророка исаи и он раскрыв книгу нашел место где было написано дух господин на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать плененным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедовать лето господне благоприятное и закрыв книгу и отдав служителю сел и глаза всех синагоги были устремлены на него и он начал говорить им ныне исполнилось писание сие услышанное вами и все засвидетельствовали ему это и дивили словами благодать исходившими из уст его и говорили не иосиф ли это сын он сказал им конечно вы скажете мне присловие врач исцели самого себя сделай и здесь в твоем отечестве то что мы слышали было в капернауме и сказал истинно говорю вам никакой пророк не принимается в своем отечестве поистине говорю вам много вдов было в израиле во дни или и когда заключено было небо три года и шесть месяцев так что сделался большой голод по всей земле и ни к одной из них не был послан или я а только когда в сарепту седонскую много также было прокаженных в израиле при пророке елисеи и ни один из них не очистился кроме неемана сириянина услышавшая это все в синагоге исполнились ярости и вставши выгнали его вон из города и повели на вершину горы на которой город их был построен чтобы свергнуть его но он прошел посреди них и удалился мы стихи дальнейшие от 35 этого 31 прочтем позже наследие протолкуем это будет уже следующее евангельское событие но вот здесь во первых у меня сразу же и первый вопрос заключается в первых же словах и возвратился иисус в силе духа в галилеи это после искушения там перед этим было сказано что и повел его дух дух именно в юрсалим и поставил его на крыле храма и окончив все искушение дьявол отошел от него до времени и дальше вот после того как дьявол отошел и возвратился иисус в силе духа галилею что там произошло на горе ну это мы уже говорили немножечко но чтобы понять что здесь назовите это важно лучше проще рассуждать здесь мне кажется правы переводчики которые ставят слово дух иисуса с маленькой буквы то есть речь идет о его человеческом духе и объяснение здесь простое в момент крещения господня и после в искушениях в пустыне господь обрел насколько здесь уместно это слово не знаю но именно обрел полноту возможности являть божественные дела через свое естество вот эта сила духа как раз и дальше говорится у луки вот о том событии который мы читали очень важно здесь обратить внимание на что на то что евангелист лука как мы знаем в начале своей евангельской истории обращает внимание читателя что он лука поставляет для себя одной из главнейших целей все по порядку как оно было по тщательным исследованием передать и ставит это событие в назарецкой синагоге событие в номер один то есть его нельзя не до недооценить а что происходит вот здесь в момент посещения христом назарецкой синагоги но во первых мы можем сказать что христос уже как лука упоминает сотворив в галилеи в прочих городах чудеса когда уже его прославляли все кругом но пока что не в назарете приходит туда очень такое робкое замечание как ремарочка где был воспитан но за этим стоит очень на самом деле серьезный момент он именно драматичен в силу чего в силу того что христос господь наш иисус христос он был родом из назарета он возвратившись из египта то есть младенческом возрасте пребывал до своего вот этого совершеннолетия именно в назарете а где мы можем сказать он вадимый иосифом потом божьей матери в синагогу он рос на глазах вот тех людей которые сейчас мы в синагоге сидели и смотрели на него и вот когда он возвращается после пустыни искушения приходит туда где был воспитан где его знали как мы говорили как мальчика как отрока как юношу как молодого человека но уже будучи совершеннолетним он имеет право попросить прочитать отрывок из книги и прокомментировать его это было в общем-то достоянием любого совершеннолетнего достигшего 30-летнего возраста и иудея и в данном случае господь просит принести ему книгу он находит из пророка и сай и здесь это очень важно заметить именно мессианское место оно было мессианским у ветхозаветных иудеев это признаки пришествия на мессии с одной стороны он находит а с другой стороны ему дали ему подали книгу пророка и сай нет но верно во первых ему уже подали его он мог и попросить конечно тут именно он находит это место а может быть в данном случае был день когда читалась именно эта книга но на самом деле у пророка и сай и пожалуй больше всего мессианских их очень четких координат и он находит то место которое безошибочно для иудеев было местом обозначающим признаки пришествия в мир истинного мессии того священного царя которого они ожидали и господь это место читает читая дух господин на мне сего ради помазал меня благорестовать нищим послал меня исцелять сокрушенным сердцем и так далее он прочитывает это место и делает комментарий к этому месту в приложении к себе свидетельство я о том что он есть тот о котором пророк исаи говорит почти но вот здесь-то очень важный такой момент да аналь и закрыв книгу и отдав служителю сел сел и глаза всех синагоги были устремлены на него да а вот это вот интересно почему вроде бы чтение довольно обычное ну пусть мессианская но в общем-то ему дали эту книгу любое мессианское могло быть это место он его прочел и смиренно сел но вот здесь я не знаю насколько смиренно это было или не смиренно это могло быть именно по обычаю того как полагалось именно прочитав священный текст можно было сесть и начать объяснять этот текст ну то есть он все делает как возможно именно положено делать но делает это так и мы понимаем дальше из текста что глаза находившихся устремлены на него они находятся с одной стороны вот в таком знаете духовном восторге то что слышат из уст его потому что по всей вероятности господь говорил действуя ну прямо прямиком на сердце человечестве что невозможно было ну как бы не прославить господа за такого вот за такое сладкозвучие назовем его духовное но с другой стороны в их мыслях начинается раздвоение может ли такое быть ведь мы его знаем он сын плотник бедного а и вот дальше пожалуй мы и должны отметить самое главное самое вот то что необходимо читателю проносить через все четверо евангелия чтобы до конца понять всю до конца драма случившуюся вот с иудейским народом когда господь делает это чтение когда он объясняет приложимо к себе ведь у них то в головах и мы говорили об этом есть сформировавшиеся уже такой систематизированный жесткое учение о том миссии которого они ждут это великий священный царь богатейший красивейший славнейший мощнейший который больше политический вождь чем тот кто пришел от грехов там каких-то нас освободить если у нас их нет мы все праведники и вот в данном случае их начинает голодать вот это вот раздвоенность как же быть а господь действительно ведь в приложении к себе читая это место проповедовать ли это господне благоприятное по сути дела возводит их умы к чему к тому что мессианское царство он готов открыть почему потому что лето господне благоприятное речь идет о 50-м годе так называемым юбилей слова еврейская она обозначает это именно год который был для иудейского народа образом всеобщей радости ликования свободы но в общем образом царства мессии и господь именно об этом он сказал так вот они в своих сердцах начинают роптать не иосиф ли он сын то есть может ли он действительно вот быть тем мессии которого мы ждем которого мы создали для себя по образу и по подобию вот смотри своему там как интересно написано с одной стороны и девили словам благодати исходящим из его уст то есть явно были поражены и поняли что перед ними что-то совершенно необычное и оценивают смотрите именно как благодать исходящую силу божественную а с другой стороны говорили не иосиф ли это вот я об этом и говорю вот эта раздвоенность она ну враг номер один конечно любого верующего потому что за вот этими смиреннейшими одеждами часто церковной жизни или церковного тела или в данном случае здесь мы можем сказать вот за этим смиреннейшим видом бога человека поверить то что это священный царь ведь было им ну гиперсложно тем более момент этот конечно вот именно отягчается тем что они его знали понимаете маленьким мальчиком большим побольше и ничего в нем не видели особенного а вот теперь он приходит и говорит но господь упреждает их он не дожидается именно с их стороны вот того вопроса который они готовы задать а сам его очень четко обозначает он сказал конечно вы скажете мне при слове врач исцели себя самого сделай здесь твоем отечестве то что мы слышали было в капернауме ну конечно по всей вероятности вот это поговорка врач исцели себя самого она бытовала и в то время и мы иногда между прочим эту поговорку используем может даже в косвенном виде когда нам кто-то что-то пытается донести то что нам не очень приятно говорим не лечи меня не надо меня лечить ну такой момент так вот данном случае врач исцели себя самого сделай и здесь твоем отечестве то что мы слышали по сути дела это попытка заставить христа совершить вот те великие знамени и чудеса которые нужны сердцам и иудеев то есть исцели себя самого если ты действительно мессия то пожалуйста дотяни в своем образе до того мессии которого мы ждем то есть практически они повторяют слова дьявола это но искушал так если ты то давай так вот смотрите какой ларя мая же не вы как бы прочитали кстати концовочку по искушением и вот смотрите здесь и окончив все искушение дьявол отошел от него до времени так вот объясняя вот этот стих толкователи вот о чем рассуждать что значит до времени ну да до того времени когда господь будет сходить на голгофу но и вот дальше все оговариваются что теперь дьявол начинает действовать против христа через людей и вот это через людей вот здесь как нельзя лучше нам по сути делали при демонстрируется но понятно по человеку да понятно но самое пожалуй я еще раз как бы хочу сказать важное чтобы нам держать в голове что весь конфликт все большинство вот этого недоразумения происходит именно из-за того что иудеи ждали другого мессию и были уверены то что их учение истинное и тот кто не подходил под этот вот шаблон созданный ими для себя их не устраивал так вот дальше мы читаем слова нашего господа и сказал истинно говорю вам никакой пророк не принимается в отечестве своем почему в отечестве своем здесь как раз мы об этом и говорим человеку бывает очень сложно принять в виде пророка или святого или подвижника того кого ты хорошо знал как бы вот по по прошлой жизни это искушение испытывают я думаю многие конечно не в таком виде как здесь но многие священники многие монахи многие подвижники благочестия когда ну допустим возвращаются как попроще ну допустим после монастыря приезжают они в свой родной город где выросли к маме к папе посетить их монах например приезжает и знаете сколько бывают допустим сарказмы и соблазну по его бывших друзей с которыми он ну прости господи там вместе по подворотням в детстве лазил чтобы воспринять его как но приезжает а вот ныне знаменитый отец георгий климов куда-то себе на свою улицу где он там или школе с одноклассниками да ну какой там отец георгий там и вот этот момент в господи может быть какое-нибудь чудо да но это условно конечно но это просто я пытаюсь чтобы психологически было понятно что имеется ввиду это вот настолько как сказать жизнь действительно перед нами открывается такая знаете вот вот бытовое такое вот религиозное мироощущение иудеев что тут ну мы просто разводим руками на самом деле это сквозь эту толщу знаете такого вот толстого каменного сердца господу пройти было было практически невозможно и дальше вот смотрите сказав о том что пророк не принимается в отечестве своем господь начинает говорить нечто более страшное более ну что ли грандиозное о чем он говорит вот здесь он упоминает допустим о том что было много вдов в израиле потом скажет о том что было много прокаженных в израиле но он все время оговаривается но послан был или я не к израильским вдовам от языческой вдове но исцелялись не прокаженные израильские они ман серия нет а что это значит это значит и вот дальше мы можем тут по пунктам разложить что это для иудеев значит которые там сидят и смотрят на него они ведь это прекрасно понимают они понимают во первых ну представьте значит мессия приходит не только для иудеев но еще и для язычников во вторых оказывается язычники могут быть лучше иудеев а в третьих тогда получается что из-за их неверия он как мессия вообще их оставляет и идет исключительно к язычникам вот это их приводит в бешенство в самую настоящую ярость как говорит здесь евангелист лука они исполнились все в синагоге ярости и встав выгнали его вон из города что значит выгнали его вон из города это не значит что они так мягко и дружелюбно ему сказали выйди вон там дальше написано значит и повели на вершину горы на которой город их был чтобы сверху вот почему с горы сверху как богохульника потому что ветхом завете за богохульство полагалось сбрасывать с горы как гордеца вознесшегося до небес ну или побивать камнями и в данном случае то что здесь перед ними господь усваивать себе мессианское достоинство свидетельствует о своем но может быть божественном уже божественной силе вот это их вызывает быть точно уверенными что он богохульник его нужно сбросить с горы за это и повели его вон значит вцепившись просто потащили христа для того чтобы уничтожить это первое можно сказать ну из события общественного служения первая такая преждевременная опасность которую угрожала действительно угрожала господу вот смертью а в чем здесь корень конфликта это было вот это фарисейское закончество книжничество самый когда они не принимали ничего он же ну читал ну да по буквам читал ну слова то все из писания прекрасно все то есть закрыто писание они не понимали что ничего что произошло закрыто это вопрос верный и дальше мы особенно в евангелии от иоанна это свидетельствуется по событиям мы будем смотреть христос неоднократно им засвидетельствует то что они читают писание по букве то что они не видят духа в писании они выхолостили весь истинный смысл и в евангелии от иоанна в пятой главе будет сказано вы хоть вы читаете вы исследуете писание потому что думаете иметь жизнь вечную они свидетельствуют а мне и это не вопрос христа к ним обращенным а свидетельство о чем а то что они писание не понимают или допустим евангелие от матфея мы найдем попозже христос им скажет шедшие научитесь и что есть милости хочу они жертвы то есть он опять здесь их как бы отсылают к писанию то есть пойдите научитесь но если пойдите научитесь значит они еще не научились а что значит милости хочу они жертвы это писание из книги про россии то есть данном случае вот именно то что они не могут уразуметь суть духовное писание и в силу этого ошибаются в своем учении в этом как раз весь конфликт бачка вот вы сказали милости хочу они жертвы понятно что жертва это внешний акт не это добрят может быть ритуал что угодно там десятина много всего в каком смысле это ну да ну жертвоприношение внешне внешне а милость все-таки это это сердечное вот кстати в языках в евангельских языках вот это слово милость как она каждый раз понималась что такое милость в этом смысле как сердечное действие вот ну пожалуй знаете вот тут вот вопрос такой глубины достаточно в силу чего в силу того что только редким избранником божиим просвещенным духом святым открывался этот смысл и это ну можно сказать пророческие буквально тексты которые всегда ну что ли относят то что говорится о милости к к христу не случайно ведь писание и сам христос скажет о том что иудеи это жестокосердечный народ по жестокосердию вашему он скажет моисей вам дал возможность писать разводные письма то есть разводиться с то есть и вот это жестокосердечие по всей вероятности не давала возможность богу как это будет может быть не странно звучать давать ему учения милосердия необходимости милосердия и господь только через образы через обетование через какие-то символы постоянно намекал им о необходимости того что за жертвоприношением стоит нечто большее нечто располагающее тебя к высшему это ну во первых благодарность к богу а потом все что из этого следует но насколько это доходило до иудеев до вопрос очень очень непростой я думаю так же так же ступо и долго и длин доходило как и до нас на самом деле я недавно прочел слова нектаре оптинского он одному человеку который всячески осуждал неправомыслие другого человека говорит знаешь как в чем заключается смысл христианского христианской жизни ты лучше миску супа подай бомжу но тогда не бомж был по нищему скажем чем четыре часа в стену читая свои акафисты вот не в стену читать акафисты хотя помолиться тоже хорошо и кофе сделал хорошее но все-таки нужно сделать какой-то конкретный поступок по отношению к ближнему ну собственно к любому человеку хоть что-то проявить себе чтобы воспитать то сердечную милость ну действительно есть такая поговорка лучше согрешить в милости чем справедливости это вот понимаете мы часто настолько боимся совершить акт милосердия своим сердцем что совершая кажется что мы грешим против чего против закона внешнего да потому что я должен читать акафист я должен идти на службу я должен 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 все а человек вот он рядом ему плохо и о ему больно а ты как можно сказать вот этот священник и левит идущий в иерусалим мимо того кто впал в разбойники проходишь оправдывая себя вот тем что я иду жертвы приносить конечно это страшная вещь но поэтому поэтому конечно евангелие написаны как раз и для нас и вот последний если позвольте вот заканчиваем это событие уже но он пройдя посреди них удалился что вот этот стих нам может дать на самом деле тут есть о чем тоже сказать вот здесь толкователи делятся на две группы по-разному понимают что значит пройдя посреди них удалился одни говорят о том что здесь господь своим всемогуществом ну словно скажем так парализовал всех кто его влёк на гору и они расступившись не могли ничего сделать и он величественно ушел между ними а вторая группа толкователей здесь признает возможность того что господь сделался невидимым и удалился из среды их воспользовавшись вот этой необходимостью не допустить преждевременной смерти своей преждевременной опасности но вне зависимости от того кто тут прав первый или вторые мы должны засвидетельствовать что в любом случае перед этими иудеями было явлено величайшее чудо которого они в принципе требовали в своих сердцах покажи нам что ты достойно исцелись я самого но подействовало лет да ничего подобного башка а вот знаете как но это самонадеянно чрезвычайно я никто не другой группе могу себе причислить толковников толковников великих и толкователей возвышенных но мне кажется вот представляется так что все же виде самого господа научитесь меня говорит господь да то есть но кто видит тот видит что перед ними то есть у них рука не поднялась его сбросить с горы не знаю вопрос не простой не простой потому что видит господа тот у кого хоть немного сердца к любви божественной открыт если ты да принимаешь волю ты не можешь не принять христа а у кого закрыто тот понимаете он ничего не видит он не может увидеть но все таки дивились словам благодать исходящее из устного все таки что то то у них там как то они же сначала такой восторг да а потом раз пошли на гору вот вот удивительный человек вот удивительный а входит господь в иерусалим прославляют кричат не остановишь а три проходит дня четыре все распни распни вот вот и все какие же вот все таки грешно а из-за чего это происходит из-за оборота на себя потому что и мы от бога то ищем не того что он нам хочет дать а то чего нам хочется и когда мы разочаровываемся в этом вот идем на такие страшные преступления конечно господи прости нас грешных сегодня мы в нашей программе четверо евангелие с отцом георгием климовым читали четвертую главу с 14 по 30 стих 4 главу от луки евгений никифоров читал отец георгием так замечательно разъяснил нам это очень важное событие евангельской истории спасибо все добро